Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Четвертый том. Вопрос 1315. «Как предотвратить суету в душе?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Суету в душе полностью вряд ли сумеете победить, ибо человек обложен немощной плотью. И как бы вы ни старались, но окружающие вас будут давить на ум и на сердце. Премудрость Соломона, 9 глава, 15 стих. «Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Это достигается глубокой веры и доверием Богу, что Он все устроит на лучшем образом». Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. «Итак, не забудьте о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольны для каждого дня своей заботы. Нужно очень хорошо трудиться и жить в достатке, и забот будет намного меньше. Нужно быть искусным во всех делах, какие нас окружают. С чем бы мы соприкоснули, соприкасаются, в чем живем? Кажется, что городскому человеку легче сохраниться от суеты. Ему проще многое достать, он и так зависит от климатических условий и перемен. Но один лихой сосед может свести на нет все эти преимущества, когда в то отсутствие сверху на вас будет течь вода. Маленькая моль может вернуть вас в скорбь, когда увидите порченные вещи. А если, не дай Бог, вор погостит, у вас ваше отсутствие. Со всей стороны нужно все это предусмотрительно нейтрализовать. Сделать более безопасной свою жизнь и благодушно воспринимать перемены. Бог дал, Бог взял. Здесь, конечно, в великом выигрыше неженатый и незамужний. 1 Коринфянам 7 глава с 32 по 35 стихи А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о Мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о Мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Третья ездра, седьмая глава, пятидесятый стих. Нам предсказана вечная надежда, а мы, непотребные, сделали суетными. Премудрость Соломона, третья глава, одиннадцатый стих. Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Премудрость Соломона, тринадцатая глава, первый стих. Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника. Премудрость Соломона, пятнадцатая глава, восьмой стих. И суетный труженик из той же глины лепит суетного Бога, тогда как сам недавно родился из земли, и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его. Сирахва, тридцать четвертая глава, пятый стих. Гадание и приметы, и сновидение, суета. И сердце наполняется мечтами, как урождающий. Слово «суета» встречается в Библии семьдесят девять раз. Псалом тридцать восьмой шестой стих. «Вот, ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобой. Подлинно совершенная суета. Всякий человек живущий». Псалом шестьсот первый, десятый стих. «Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей – ложь. Если положишь их на весы, все они вместе легче пустоты». Экклесиаста, первая глава, второй стих. «Суета – сует», – сказал Экклесиаст. «Суета – сует, все суета». Экклесиаста, вторая глава, одиннадцатый, семнадцатый, девятнадцатый, двадцать первый стих. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем, и возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. «И кто знает, мудрый ли будет он, или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета, потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудящемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое». Экклесиастая, 4 глава, 8 стих. «Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщает с богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою благо? И это суета и недоброе дело». Евангелие от Луки, 10 глава, 41 стих. «Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом». 1 Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов». 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 11 стих. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». 54 Псалом, 23 стих. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». «Не жизнь, не жаль, с томлением, с томительным дыханием. Что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя». Фет, 1879 год. Чернышевский о стихах Фета. «Только все они такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если бы выучилась писать стихи. Везде речь идет о впечатлениях и желаниях, существующих и у лошадей, как у человека». Субтитры создавал DimaTorzok